Огромное спасибо, Татьяна Викторовна, за представление. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я приглашаю вас поразмышлять о старителлинге в образовании. Прошу в чат написать цифру от 1 до 50, насколько вы знакомы со старителлингом. А еще, что хотели бы узнать на сегодняшнем вебинаре? Отлично. Ну, замечательно. А я, пока вы пишете о своих желаниях на сегодняшний вебинар, расскажу вам реальную историю. Невыдуманную, реальную. Холодным январским утром на одной из станций метро Вашингтона появился мужчина со скрипкой в руках. Был час пик. Мимо него прошло более тысячи человек. Большинство спешили на работу, и только шесть человек ненадолго остановились. А еще двадцать бросили, не останавливаясь деньги. Тридцать два доллара. Никто не понял, что скрипач – мировая знаменитость Джошуа Белл. За сорок пять минут шесть самых сложных произведений на скрипке Страдивари стоимостью в три с половиной миллиона долларов. Выступление в метро было социальным экспериментом газеты «Вашингтон пост». Они хотели узнать информацию о восприятии, вкусах, приоритетах людей. И вот в связи с этим у меня вопросы. Кто мы? Чего хотим от жизни? Куда спешим? Почему порой бываем равнодушны к красоте? Я рассказала реальную историю. Ей есть информация, есть эмоции, а значит, есть старителлинг. Ну, пока вы в чат пишете о себе, расскажу притчу. Женщине приснился сон. За прилавком стоял сам Бог. Господи, это действительно ты? – воскликнулась радостью женщина. Да, это я. А что у тебя можно купить? У меня можно купить все. Тогда дай мне, пожалуйста, счастья, здоровья, успеха, много денег и любви. Бог улыбнулся и протянул ей бумажный пакетик. Это все? – все, – ответил Бог. – Разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена? Итак, с рождения нам даются семена в виде информации. Сначала они выглядели, как наскальные рисунки с историями об охоте. Затем в мифах, притчах древние авторы делились своими мыслями. Вот для некоторых семена всхожими оказались, а для других – нет. Почему? Как вы считаете? Напишите в чат. Может быть, потому что почва не подготовлена, и не проблемы должны толкать в спину, а мечты вперед вести? Много существует других ответов. Я сейчас озвучила свою версию. Перед вами слайд, на котором довольно-таки компактно представлена информация о старитейлинге. Ну, наверное, вы знаете, что этот термин ввел Дэвид Амстер совсем недавно, несмотря на то, что история рассказывает давно. Мы все всегда рассказываем истории. У некоторых есть дар рассказчика, другим же приходится этому обучаться. Зачем? И для чего образованию старитейлинг? Давайте поразмышляем. Ну, наверное, для того, чтобы донести информацию, чтобы помочь ей переварить, и превратить ее в знания, и не только обучать, но и воспитывать. Уже на сегодняшний день доказано, что это современная образовательная технология, которая повышает эффективность процесса обучения. Вот представьте себе, учитель рассказывает о фильме «Игра в имитацию» и знакомит с историей об Алне Тьюринге, о том, как его взлом «Машина Энигма» повлиял на ход Второй мировой войны. Интересно? Несомненно. Даст направление к самостоятельному поиску информации? Очень вероятно. Увлечет предметом? Конечно. Стриттеллинг невозможен без автора, но невозможен и без слушателя. Слушателя активного, который становится соавтором истории. Существуют разные виды стриттеллинга. Есть стриттеллинг классический, это когда рассказывает только преподаватель. Есть активный, когда к скелету и скульпторе включаются, включающему события, проблемы. Подключается слушатель, и ему предоставляется возможность самому делать выводы. Согласимся, что это вовлечет в процесс обучения. Но будем помнить о том, что в стриттеллинге мы ставим цель и проектируем ее достижения для определенной категории слушателей. Еще будем помнить, что это история со своим сюжетом, персонажами. А может быть, это небольшая иллюстрация к вашим тезисам. Ясные цели, понимание того, для кого мы ставим эти цели, делает стриттеллинг на сегодняшний день скорее необходимостью, чем трендом. В чем преимущество истории? Ну, во-первых, легко запоминаются, воздействуют на эмоции, демократические стили общения, можно даже называть собеседников на «ты», использовать таскательные, уменьшительные имена. Ну, еще преимущество в заразности истории. Если ваша история кому-то понравится, то ее кто-то кому-то перескажет. И в этом бумеранге история вернется к вам, но уже в другом виде. Более того, история необходима тогда, когда надо что-то сказать ученику, а тяжело сказать ему это. И можно сделать это иносказательно. И вот уместен вопрос, стриттеллинг – это искусство или ремесло, или инструмент? Вот где та неуловимая нить, неуловимая граница, которая может отделить хорошего рассказчика от посредственного. Вот этот вопрос мне бы хотелось с вами обсудить в конце вебинара. А мы сейчас посмотрим чат. Так, хорошо. Пока у нас информации не так много. Идем дальше. О чем надо знать при создании истории? Ну, начнем с ошибок. К главным распространенным ошибкам мы отнесем непопадание в целевую аудиторию. Еще может быть скучная история. Если там будут очевидные выводы, это все негатив. А что будет позитивом? Краткость. Одна история, одна мысль. Ведь мы с вами понимаем, что короткие истории, они лучше запоминаются. В истории должен быть яркий герой. И он должен вызывать наши эмоции. А он будет тогда вызывать, когда он живой, понятен. Причем герой – это не идеал. Это не образец для подражания. Ну, и еще о чем надо помнить. Один и тот же сюжет для серьезного бизнесмена, и для молодого специалиста следует преподносить по-разному. Сместите акценты, пусть изменятся какие-то выражения и подумайте, что может зацепить вашу аудиторию. Желательно, конечно, использовать метафоры, фигуры речи, русский язык, он богат. Сделайте слушателя соучастником истории. Позвольте ему додумать финал. Поинтересуйтесь, а как бы он поступил на месте героя? Сейчас много информации обрушивается на наших учеников. С одной стороны, а с другой стороны, все наши ученики любят учиться. Увы, не все. Почему? А может быть, потому что они не умеют? На этом слайде я даю анкету, которую более 20 лет практиковала в процессе своей работы. Я ее давала школьникам, студентам, учителям, преподавателям, ординаторам. Советую и вам проверить себя и ваших студентов. Попросите их отвечать, не заглядывая в телефон. И времени дайте очень мало. Три, ну, самое большое, пять минут на эти три задания. Давайте посмотрим, в чем суть этих заданий. Задание первое. Здесь надо будет просто продолжить фразы, проверить уровень понимания нашими студентами, учениками этих терминов. Что такое процесс учения? Что такое процесс преподавания? Обучение. Что такое граф? Что такое рефлексия? Правильно говорить рефлексия, но я так привыкла, что делал уже другое ударение. Что такое рефлексия? Что такое счастье? Они отвечают на первый вопрос, а потом переходят плавно ко второму. Второе – это одно предложение. Они должны будут в глаголах написать свои действия, которые совершают, когда им надо выучить какой-то учебный текст. Самое главное – в глаголах через запятую. Что они делают для того, чтобы выучить этот текст. И третье задание – составьте граф из пяти слов. Эти пять слов здесь написаны. Возьмите листочек и попробуйте эти пять слов себе записать. Пока в этом порядке. А потом попробовать их разместить так, чтобы можно было провести стрелочку от одного слова к другому. То есть сделать схему. Так, хорошо. Ну, по поводу учителя не умеют учиться. Это спорно учить. Всякие бывают у нас условия. Давайте будем думать. И вернемся к вопросу об искусстве и ремесле в конце. А сейчас я расскажу вам реальную историю, которая происходила со мной. Когда я проводила эту анкету у ординатора. Ну, представь тебе. Люди взрослые. Закончили медицинский университет. Пришли на педагогику. Сели. В руках телефона. Знакомая история. Но тут я их спрашиваю. Вот вы пришли на лекцию голые или одетые? Недоумение. Телефон уже в стороне. Все смотрят на меня. А я продолжаю спрашивать. А зачем вы пришли? Вот чаще всего звучал ответ. Скорее всего, вы догадываетесь за знаниями. Я протягивала им руку и говорила. Берите. Я не жадная. У меня много знаний. Но мы-то с вами знаем, что знания передать не в силах ни один преподаватель. Что он передает информацию, которая обрабатывается в головном мозге и только после этого становится личностным знанием. Мы это знаем. Они этого не знают. И поэтому важно то, как мы подаем эту информацию. Но еще важно то, каким человек приходит к нам на занятия. Голым. Голым – это тогда, когда он не посмотрел, о чем лекция. Какие там ключевые слова. Как они расшифровываются. Надо одеваться. Тогда будет понятно на лекции и не будет скучно. И вот анализируя из года в год эту анкету, я видела, что статистика удручающая. Из 7 тысяч отечественных иностранных ординаторов, которые пришли на педагогику в Сеченовский университет ко мне, только единицы справились с ответами на эти вопросы. И то не полностью. К этой анкете я вернусь чуть позже, когда вы поработаете на своих листочках. Если хотите, конечно, можете давать свои комментарии уже сейчас, если желание есть обсудить эту проблему. А мы с вами идем дальше. И сейчас мы поучимся у Хаджи Насредина. Я расскажу притчу. Однажды он встретился с торговцем. Тот предложил ему отнести мешок с тыквами к нему домой. И за это он поделится своей мудростью. Хаджи Насредин, конечно же, согласился. Во время первой остановки торговец сказал, «Если кто-нибудь тебе скажет, что ходить пешком лучше, чем ездить верхом, ты не верь этому человеку». Хаджи усмехнулся и понес смешок дальше. Во время второй остановки торговец важно сказал, «Если тебе кто-нибудь скажет, что бедному жить легче, чем богатому, не верь ему». Путь продолжили. Торговец показал на дом, стоящий на горе, и во время третьей остановки Хаджи Насредин опередил торговца, сказав, «А я знаю твою третью мудрость. У ворот дома ты скажешь, что умный человек всегда заставит глупца тащить мешок с тыквами». Тут притчу мы обрываем и зададим вопрос нашим студентам, «А какой финал истории, какая мудрость может быть озвучена под номером четыре?» Сейчас я завершу притчу словами Хаджи Насредина. «Подготовь же, торговец, свой рассудок, слушай, если кто-нибудь тебе скажет, что вот эти самые тыквы не разбились, назови его лжецом и прогони из дома». С этими словами Хаджи Насредин поднял мешок и бросился его вниз с крутого обрыва. Вот я хочу обратить ваше внимание на этот прием, дать возможность слушателю подумать и стать соавтором этой истории. А вам я сегодня тоже предлагаю стать соавтором этого вебинара и писать свои мудрости и информацию, информацию, которую я буду представлять. Итак, следующий слайд. Что же мы тут видим? А мы видим учителя, который не смотрит на детей, сухо излагает готовые знания. И что же ученики? Кто-то зевает, кто-то разговаривает, кто-то смотрит в окно, кто-то играет, кто-то мечтает. Вопрос, зачем такой урок? А затем, что традиция под названием традиционное или репродуктивное обучение. Ну, прям как в истории про теленка. Сейчас я ее расскажу. Однажды через лес густой теленок шел к себе домой и след кривой оставил он, как все телята, всех времен. Следы в тропинку уж слились. Собака с мыслью про обед пробежала, баран своих овец провел по следу вверх и вниз. Народ здесь часто проходил, петлял туда-сюда кружу и возмущался справедливо. Тропинка пролегла, мол, криво. Тропа затем дорогой стала, по ней в жару не раз бывало лошадки бедные, тащили по клажу добрые три мили. Две сотни с половиной лет народ теленка топчет след и миллионы каждый день за малышом идут как тень. Кругами ходят словно дети. Всему разгадка инциденту слепая верность претенденту. Вот когда-то Генри Форд сказал человек, который делает одни и те же действия и надеется на результат он глупец. Вот в этой простенькой истории про теленка есть глубочайший смысл корнями уходящие в нашу нервную систему. Но об этом мы будем говорить позже. Так зачем оказывать медвежью услугу студентам взваливая на них готовые истины? Путь по тропе познания должен быть радостным, легким, а знания станут силой, когда будут живыми. И потому мудрость пятая, которая записала от Юлиана Тувим мозг орган в помощи которого мы думаем, что мы думаем. Секретные ключи к истории про теленку я приготовила в первом модуле программы, который модулит называется «Мозг и старителлинг». Сегодня я не буду рассказывать здесь подробно, я только скажу о том, что идя вслед за теленком по дороге готового знания, мы отказываемся быть умными и успешными, отказываемся быть счастливыми, с радостью встречать рассвет, улыбаться пролетающей бабочке, замиранием сердца слушать трели соловья, с восторгом и благодарностью помахать вслед рукой уходящему солнышку. посмотрите, этот маленький кусочек я сейчас придумала. Это маленькая импровизация, монолог импровизации, который родился сейчас. И это важнейшая техника старителлинга. Когда вы рассказываете нечто, то вы должны будете постараться выйти на импровизацию. Тогда легко будет говорить, не надо будет делать остановки между словами. мысли будут у вас очень красивыми и это помогает становиться интересным старителлером. И одно из заданий, которое на моем курсе вы запишите на видео. Я вообще хотела бы, чтобы на этом курсе задания писались на видео и присылали ссылки для всех слушателей. Это очень интересный получается опыт. Так что предлагаю вам его этот прием тоже использовать. А мы перейдем дальше. Этажи обученности. Сегодня мы с вами говорим о старителлинге в образовании. И я расскажу четыре истории, которые мотивируют студента на процесс обучения. Я их всегда рассказывала на своих лекциях ординаторам. Глаза у них загорались, и они решили, что будут все делать теперь по-другому. После этих четырех историй. Итак, история первая. Жил было племя, и у всех были большие и большие уши, а у шамана на лбу мятины. Ученые заинтересовались и стали наблюдать. Каждое утро люди шли к водопаду, оттопыривали уши и говорили, что-то шумит. Шаман стучал себя по лбу и кричал, это же водопад. Вот правда знакомая картина. Когда учитель старается, рассказывает, а у учеников в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Вторая история. Муж у жены спрашивает, дорогая, почему ты делаешь фрикадельки всегда разной формы? На что она отвечает, ну надо же как-то разнообразить наше питание. Тоже знакомая тема. Кто-то читает текст, а по нему потом пишет конспект. суть-то одна, содержание-то одно, это только формы разные. Третья история. Мать-мышка говорит детям, услышите мяу, сидите в норке, это кот Васька. Мать ушла, мышата слышат лай собаки. Выглянули, а там кот Васька сгреб их лапкой и сказал, как приятно знать иностранный язык. Вот если вы с информацией работаете, делаете схемы, графы, то легко перейдете к пониманию и запомните без труда, говорила я своим ординаторам. И четвертая история. Учитель в начальной школе задал детям вопрос, сколько надо пройти ступенек, чтобы попасть на 55 этаж, если два пролета по 19 ступенек. все начали считать, а Петя тянет руку. Как вы думаете, что сказал мальчик? Вот это уже другой уровень, уровень решения творческих задач. Задание было дано в одном формате, а ответ в другом. Вы, наверное, верно подумали. Он сказал всем, кто виноват в том, что ученик не умеет учиться? А в школах и вузах нет такой дисциплины никогда не будет такой дисциплины, как учись учиться. Но есть ретелинг и мудрость восьмое. От того, как переварил информацию, такие знания и получишь. Думаю, что вот это четыре истории по степеням обученности. Я потом спрашивала, когда они писали на листочках, они говорили, я никогда не думала, что я на уровне фрикадельки, что я фрикаделька, мне обидно. Я говорю, к коту Ваське, например. Ну, вот мы допейте, дойдем. Теперь я попрошу вас прочитать текст на слайде. Прочитайте его, пожалуйста, этот текст. Потом закройте глаза и попробуйте этот текст повторить. История это какой-то нарратив, это повествование о чем-то, в котором есть главный герой, событие и то, что происходит с этим героем. Мы об этом рассказываем. Эта история может быть от первого лица, она может быть от авторского какого-то лица. Надеюсь, я ответила вам. Итак, а теперь посмотрим на схему. Она довольно-таки наглядная и быстро считывается и легко и запоминается. И вот это сопоставление текста и схемы, оно очень хорошо помогает людям понять, что не надо писать строчку. Это прошлый или позапрошлый век уже. Необходимо делать какие-то схемы. И главное правило дидактики, золотое правило, это наглядность. Надо учиться делать графы. Тогда не надо зубрить. Все запомнится легко и надолго. И расскажу маленькую крочную историю к этому фрагменту. К удачному рыбаку подошел человек и попросил рыбку. Но тот сказал рыбку я тебе не дам. Но я научу ее ловить. Для ловли информации очень подходит ментальная сеть. Ее даже можно назвать своего рода визуальным старителлингом. Что мы видим? Мы видим граф. Граф. А что такое граф? Вот мои ординаторы писали граф это титул. Или прочерк делали потому что не знали. Обидно. А граф это вы тоже знаете я просто повторю это логическая взаимосвязь ключевых слов. Давайте посмотрим на эту картинку. С одной стороны стоит ученик. Вот он может быть объектом тогда это авторитарная педагогика или субъектом своей деятельности тогда это будет педагогика сотрудничества. Если он субъект своей деятельности то тогда он поставит цель. А если он поставит цель то он занимается целенаправленной деятельностью учебной. То есть что такое процесс учения это то что делает ученик. Мы с вами это знаем. Учитель он всегда субъект. Он ставит цель занимается либо авторитарной педагогикой либо педагогикой сотрудничества а потому преподавание как мы с вами помним целенаправленной деятельности педагога. П плюс у равняется очень легкая формула. То есть обучение будет успешным если сочетается с преподаванием. Вот тогда информация будет запоминаться. Тогда она будет идти через понимание и умение если если мы с вами еще подключим и рефлексию. Не зная термина рефлексия трудно бывает осознать необходимость изменения своего отношения к процессу учения. Для того чтобы с удовольствием идти по пути познания. Вот эту анкету состоящую из трех маленьких составляющих я проводила перед началом занятий для ординаторов всех специальностей более 10 лет и анализ показал что многие студенты закончившие медицинский вуз не умеют учиться. Они неверно трактуют понятия учения пишут свет граф титул. Ну а на второе задание традиционная цепочка их действий при изучении текста что они писали читаю повторяю запоминаю конспектирую увы это неэффективно. А поэтому уместна на мой взгляд мудрость седьмая от Бернарда шоу я ее искала долго нашла и очень обрадовалась курица это средство для яйца создать другое яйцо чему способствует визуализация мы с вами сейчас увидим на следующем слайде это третье задание вот сопоставьте пожалуйста со своим я с вами согласна Екатерина вот этот граф создала учительница у меня на курсе и давайте мы по нему пройдем у нас пять слов было папа присел на скамейку открыл дневник увидел там двойку ну естественно позвал сына дал ему ремня и дальше у нас логика уже не нарушена потому что ремень сам к папе никак не может идти могут конечно быть другие варианты но посмотреть на предмет логики вот когда я им говорила то всегда задавала такой вопрос а скажите почему Мальтина Николаевна вдруг взяла таким мудрым ординатором дала эти пять слов ведь надо же проанализировать эти слова что там такое а там двое живых то есть есть папа и сын остальное не живое значит папа и сын это родственники их надо будет поместить на одном уровне папа и сын сели на скамейку у папы есть ремень у сына есть двойка это левополушарная обработка информации но есть еще и правополушарная обработка информации и вот здесь внизу картинка что мы видим здесь на этой картинке мы видим лодку двойку отец и сын в лодке двойки привязаны ремнем к скамейке хотя можно найти и другие варианты таким образом мы с вами немножко поговорили о педагогическом анамнезе а теперь перейдем к следующему материалу вы знаете Марлен Дитрих великая актриса но правда у нее не было детей я взяла сейчас ее цитату она вот в левом верхнем углу записана она считала что счастлив только гадкий утенок у него есть время подумать над смыслом жизни дружбы почитать книгу оказать помощь другим людям так он становится лебедем только нужно терпение вы согласны с этим вот лично я с этим высказыванием не согласна и предлагаю вам проблемный вопрос для размышления когда лебеди для воспитания берут стратегию кукушки каково их ребенку так как сегодня мы занимаемся старитейлингом то я не буду говорить ответственно на вопрос я его выскажу через притчу притчу об орле эту притчу написал Джеймс Агрим она такова однажды гуляя по лесу один человек нашел орленка он взял его домой и оставил жить в сарае приучив есть корм для цыплят и вести так же как они в один из дней к хозяину пришел натуралист который хотел узнать как орел царь птиц может жить в сарае вместе с цыплятами на что хозяин сказал я кормил его тем же чем и цыплят приучил его быть цыпленком он никогда не научится летать он перестал быть орлом и ведет себя как настоящий цыпленок натуралист с ним не согласился и сказал у него сердце орла он не может быть цыпленком он должен научиться летать натуралист взял осторожненько орленка на руки и сказал ему ты создан для неба а не для земли расправь крылья и лети орленок был смущен и посмотрев на цыплят клюющих корм спрыгнул вниз и присоединился к цыплятам натуралист на следующий день взял орла и поднялся с ним на крышу дома ты орел убеждал он расправь крылья и лети но орленок вновь отправился к цыплятам на третий день натуралист отнес орленка на высокую гору встал лицом к солнцу поднял птенца и сказал ты создан для неба а не для земли встань расправь крылья и лети орел расправил крылья издал торжествующий крик и воспарил небеса вот такой мой ответ преимущество стритейлинга заключается в том что мы не даем ответов на истории мы предлагаем слушателю самому поискать эти ответы порассуждать подумать обсудить на правой части слайда есть интересная книга я хотела бы чтобы вы на нее внимательно посмотрели она называется измените свой мозг изменится и жизнь вот уже само название задает траекторию для размышления которая вновь сформулирована в мудрости десятый управляйте своим мозгом вот об этом очень хорошо написано в книге которую я вам предлагаю посчитать а мы переходим к следующему конечно управлять мозгом сложно но сложно быть женщиной этот текст я не выдумала я взяла его из тиктока давайте вместе с вами попробуем озвучить его с акцентами пятилетней девочки итак начинаем читать если вы видите я еще сделала цветовые такие подсказки каждый охотник желает знать где сидит фазан цветовую тоже неспроста итак давайте озвучим я ощутила только вчера мне просто мама прочитала сказку о рыбаке и рыбке вот мы все смотрим и переживаем а там ведь положительный персонаж женщина бабка сидит дома без внимания без подарков пока ее старик ходит рыбу ловит мы все считаем что она плохая и злая а ей просто любви не хватает у нее состояние души такое же как разбитая корыта женщинам нужны подарки внимание просто ей должны дарить подарки мужчины а не рыба рыба же типичный отрицательный персонаж наказала забрала у женщины то что подарила о какой вообще женской солидарности можно говорить в мире где рыба может тебя обчистить раньше чем сделаешь ты как страшно жить когда рядом человек считающий что ему все должны как страшно жить когда сформирована установка успеть обчистить другого и главное помнить о том что вот эмоциональное насилие мы применяем от убеждения что другие являются причиной страданий наших и поэтому заслуживает наказания вот думаю что в этом маленьком тексте который сначала воспринимается с восторгом девочка маленькая пятилетняя такая рассудительная делает психоанализ сказки сама да не сама она делает посмотрите на тот текст который здесь есть и вы увидите руку матери которая в результате сформировала у дочери негативное отношение к мужчинам к другим людям и манию величия к себе ну и мой комментарий и в пять лет можно быть старухой а свой комментарий вы можете написать тоже здесь если у вас есть желание а мы идем дальше что же делать в такой ситуации то а очень просто заниматься старителлингом что такое старителлинг искусство рассказывать истории и вот маленький фрагмент истории из романа страглера этот страглер я написала со своей сестрой и в нем много интересных событий но я там сейчас озвучу ответ на решение этой проблемы вот такой сценарий допустим в семье четыре человека отец мать бабушка и 20-летняя дочь и у них давняя-давняя семейная традиция когда они выбирают вместе тему будущей беседы все готовятся и вот наступает долгожданный вечер и начинается семейный форкшоп на тему фразы в данном случае сказанной Львом Ландау хорошую вещь браком не назовут отец я очень кратко сейчас просто излагаю читать не буду отец доказывает что женатые мужчины живут дольше дочь не соглашается или соглашается в них идет диалог потом бабушка делится секретами женской мудрости потом мама утверждает что в гражданском браке женщина замужем а мужчина холостяк дочери ничего не остается как согласиться что она когда влюбится то она будет советоваться с родителями и только через много лет дочь понимает какими мудрыми были ее родные они видите какую-то проблему которая у нее назревает без назидания с любовью пытаясь формировать ее личность через диалог то есть через терапевтическую беседу я вам тоже советую начать писать сценарий терапевтических бесед и стратегические диалоги на курс я постараюсь более подробно об этом рассказать но можете найти литературу если вам будет интересно вы можете найти посмотреть и тоже начать писать терапевтические беседы не только для других но и для самого себя а сейчас я расскажу невыдуманную историю для размышления я ее взяла из книги Хорхе Букая представьте такая ситуация мать двоих детей ушла на работу оставив детишек сыночков одному шесть лет другому семь месяцев и оставила их с девятнадцатилетней девушкой допустим та уложила детей спать закрыла дверь забрала телефон и на часок поехала покататься с приятелем на машине но в квартире случился пожар когда пожарные потушили огонь то все говорили только об одном как мог такой маленький ребенок разбить окно сломать решетку вешалкой как ему удалось запихнуть младенца в рюкзак как ему удалось пройти по карнизу с таким грузом и спуститься по дереву как им удалось спастись и только мудрый пожилой пожарный сформулировал мудрость он сказал а мальчик не знал что так нельзя вот она сила подсознания наш мозг на 90% управляет нами и столетиями записываются стратегии выживания в экстремальных условиях скорее всего они и помогли мальчику спасти себя и братика но это может быть и спорно вам судить пишите поговорим а мы идем дальше кто мы люди или биороботы у всех людей одни и те же отделы мозга это известно и у гения и не гения но мозг работает у каждого человека по разному это то нас и делает неповторимой личностью с набором каких-то талантов интересов с восприятием окружающего мира нет одинаковых людей мы по-разному все используем свой потенциал и сейчас я представлю четыре реальные истории об удивительных людях первый о ком я буду говорить его имя Орландо Сарейль 17 августа 1979 года ему было 13 лет и в этот день он получил удар в голову во время игры бейсбольной битой естественно повредил левое полушарие и после этого дня он стал все запоминать феноменальная память другой человек Тайн Гок вот он уже не спит более 40 лет и это его не расстраивает у него очень много времени в сутках целых 24 часа он его 8 гектаров успевает обработать и пруд выкопал целых 2 и свиней разводит и спать не хочет и не проблема для него это третья судьба это Даниэл Таннот вот в 3 года у него был сильный эпилептический припадок и после этого он стал видеть цифры как цвет и глядя на этот цвет мысленно быстро очень умножает делит огромные числа знает 7 языков испанский выучил за неделю но вот когда он приходит на пляж то вместо того чтобы наслаждаться природой он пересчитывает гальку он не может остановиться пока его чем-то не отвлекут или кто-то его не заберет оттуда четвертый удивительный человек может вы знаете о нем это Ким Пик до 37 лет он не мог получить документы в образовании у него от рождения не было мозолистого тела оно соединяет левое с правым полушарием до 4 лет он не ходил до 20 лет он не поднимался по лестнице но в 6 месяцев он научился читать и сразу же стал обладателем феноменальной памяти методикой быстрого чтения то есть он мог взять книгу и быстренько пролистать и усвоить весь тот материал который там был о нем никто не знал он жил в американском городе и однажды его его увидел сценарист Барри Мэроу и потом был поставлен фильм может быть вы его видели Человек дождя Том Круз Дастин Хоффман там сыграли в этом фильме двух братьев и в 1988 года после этого Ким Пик стал известен вот маленьких 4 истории об удивительной работе нашего мозга то есть у нас там такой потенциал возникает вопрос так кто же мы люди или биороботы не секрет что у нас вот здесь в рептильном мозге живет мозг ящерицы есть мозг белки и есть мозг обезьяны но ведь есть же еще и мозг человека хомо сапиенс человека разумного и нам и есть еще возможность стать человеком осознающим и поэтому будем считать что пришел черед следующей истории это история об удивительном человеке нашем соотечественнике и хочется задать вопрос как слепота влияет на жизнь почему как и зачем учить незрячих детей как слепому человеку найти свое место в этом мире независимо от обстоятельств которые попал вот эти вопросы многих волнуют и сейчас волновали они когда-то и Василия Яковлевича Ярошенко писателя путешественника педагога когда он родился он родился 31 декабря 1889 году январская стужа крестьянская семья родители несут крестить малыша его уронили в купель в ледяную воду видимо это повлияло на то что в 4 года мальчик ослеп что с ним стало слепой мальчик был счастливым несмотря на то что он жил на юге России в крестьянской семье его заметили и он получил начальное образование в Москве в школе слепых а там его увидела сестра Льва Толстого и помогла ему уехать в лондонскую королевскую музыкальную академию два месяца он там проучился и за два месяца освоил английский язык и написал даже несколько историй на которые довольно таки хорошие рецензии дали судьба этого человека удивительна вот на сегодняшний день его имя в списке самых выдающихся людей Японии потому что несмотря на свою слепоту кстати он ходил без палочки он обошел полмира посетил 19 стран а помните какое время это было гражданская война в России он с легкостью в каждой из 19 стран осваивал иностранный язык почему а потому что владел уникальной методикой изучения иностранных языков он посещал лекции в Сорбоне встречался с Бертраном Расселом с Альбертом Эйнштейном а в Токио спорил с Тогором вот в такие кстати в Токийской школе слепых он в совершенстве изучил японский язык даже освоил массаж иглуукалывания научился играть на Като и Семисене это японские щипковые музыкальные инструменты а до этого он прекрасно играл на гитаре и скрипке кстати когда он был еще маленьким и учился в Москве он в ресторанах играл на гитаре и на скрипке и деньги которые он зарабатывал он не проедал он их вкладывал в актера который садился и рядом вместе с ним и читал ему классику художественную литературу он написал очень много произведений более 70 в совершенстве знал 10 языков и еще на 10 говорил довольно таки легко ему помог язык экспиранта японский русский языки для него были не проблемой мы можем сказать о том что он не только занимался языками он с нуля создал систему образования слепых детей в Туркмении он разработал рельефно точечный алфавит которым сейчас пользуется писал стихи сказки рассказы пьесы когда он вернулся в Россию и узнал свои смертельные болезни то он осуществил свою мечту посетил Карелию Харьков Донбасс сходил с проводником в якутскую тайгу с одной стороны он мог влачить весьма жалкое существование инвалида но он выбрал для себя яркую полную событиями жизнь поэта и путешественника и сейчас его помнят в Японии под именем Эросан в Китае его называют господин Айло кстати он в Харбин шел пешком поезда не ходили представляете слепой человек шел пешком для того чтобы поучиться в Китае в Бирме рассказывают о старшем брате на Чикотке о нем говорят как о Чузе вот завещание Василия Яковлевича Хирошенко было очень простым когда умру пусть на могиле напишут жил путешествовал писал он удивительный человек но к сожалению после его смерти архив забрали и он потерялся и сейчас только остались книги которые на японском языке на русский они на сто процентов к ней приведены еще вот такой удивительный человек вот такие способности вот такая мудрость использует свою жизнь на все сто процентов несмотря от обстоятельств ну и мы напишем такую мудрость мозг наша развивающая игрушка не будем останавливаться если захотите вы можете прочитать о нем а вот перейдем с вами кейсон кейсы вам я даю для того чтобы вы потренировались попридумывали истории вот здесь очень хорошая картинка собачку которую привязали в лесу здесь есть схема как создавать историю здесь некий есть граф который позволяет задуматься и поставить все это вместе и если у вас появится желание вы можете взять и создать при помощи этой картинки и этой графики свою историю следующий кейс думайте сами решайте сами вот на фото учителя которые были слушателем моего курса и был использован прием он называется коридоскоп вопросов взяли сказку золушка поставили вопросы и начали обсуждение посмотрите какие у них одухотворенные лица сколько они интересного напридумывали какие интересные они давали ответы на то почему девушки отказываются от судьбы хозяйки своей жизни и мечтают о принце ну и я здесь написала мудрость значит пятнадцатую о том что результатом действительности может быть здравый смысл здравый смысл какая замечательная привесть когда бывает здравый смысл а мы сейчас с вами вернемся к другой сказке сказке про красную шапочку и я вам в этом кейсе предлагаю использовать технику шести шляп мышления Эдварда де Банон шляпы отличаются по цвету то есть мы надеваем одну шляпу и начинаем рассказывать эту сказку с позиции по факту потом надеваем другую шляпу и начинаем рассказывать с позиции агрессии и так далее мы рассказываем ее с использованием различных эмоциональных составляющих а потом синяя шляпа все шляпы мудреца вот для чего вам это надо а при помощи этой техники элементарно просто анализировать свою проблему ее можно будет сделать и с плоской объемную и с черно-белой цветную и с тупиковой смешной и не страшной ну и еще можно познакомиться с собой я немножко здесь попробую пофантазировать и вместе с вами поразмышлять и так белая шляпа по факту расскажем эту сказку с позиции белой шляпы мать 34 года 70 килограмм веса бабушка 55 лет 90 килограмм серый волк 5 лет допустим 15 килограмм девочка 12 лет ну вместе с красной шапочкой допустим 25 килограмм два охотника по 25 лет с ружьями по 62 килограмма то есть что я сделала я рассказала сказку с самого начала я правда сократила сейчас ее по факту что здесь было нейтрально без эмоций всяких эмоции начинаются когда мы надеваем красную шляпу там ярость удивление мы можем сделать ее из вопросов почему мать что это за мать она послала девочку в лес где водятся волки почему она не пошла сама почему в корзинку положила пирожки а не лекарства для бабушки почему девочка волка приняла за бабушку почему набила живот волку камнями ну и так далее пессимист черная шляпа ну что переживать ну все мы там будем все мы умрем и так далее желтые там можно повеселиться а я сейчас возьму творческую шляпу зеленую ну например будет такая волк перестал быть одиноким и бездомным он обрел семью жилье друзей почему он был злым потому что не имел ни дома ни семьи а теперь волк потолстел остепенист стал дворецким сидит охраняет бабушку открывает дверь когда дергают за веревочку ну и синий цвет цвет когда мы собираем весь анализ этой ситуации да все было ужасно но семья то увеличилась стало у женщин много друзей военных а военные то сменили агрессию на дружбу и понимание вот такой кейс вы можете попробовать его на своих каких-то проблемах покрутить кстати у Эдварда Дебано еще есть там 12 ботиночек и так далее он очень продуктивен в этом плане был но сама идея понятная рассказывать с разных позиций с разных сторон эту проблему и обязательно найдется ее решение а мы с вами возвращаемся к нашим историям вот сейчас Пифагор Парацель Шаляпин а вы вот почему в этой компании мы попадаем ну потому что и Пифагор и Парацель и Шаляпин они с увлечением занимались своим голосом они много сделали того чтобы стать очень хорошими рассказчиками здесь смешная есть история это прием это техника вернее для контроля знаний в левом верхнем углу вы можете взять и экстраполировать ее на свой предмет и тоже сдавать своим студентам вот такой текст и пусть они попробуют ответить говорю плохо дикция но одну главную роль исполнил и кого же Герасима в муму в кино не на радио вот такая маленькая зарисовка но она позволяет заложить в какой-то текст какие-то неточности и проверить насколько справится студент с этими неточностями здесь еще есть скороговорка я не буду ее зачитывать для того чтобы быть хорошим старителером и уметь говорить надо конечно владеть своим голосом своей дикцией и как можно больше говорить скороговорок помогает дыхательная артикуляционная зарядка и вот еще есть зарядка для блуждающего нерва мы знаем с вами что этот нерв проходит по всему нашему организму и я дала вам здесь ссылку вы по ней можете выйти на зарядку для блуждающего нерва и почувствовать что вам становится намного лучше чем было раньше вы по-другому начинаете воспринимать те проблемы которые у вас есть я очень много буду говорить на курсе и поэтому сейчас не так много времени у меня просто скажу о том что есть много различных и у йогов мы можем посмотреть различные способы дыхания мы можем посмотреть различную дыхательную зарядку мне очень нравится артикуляционная зарядка которую я увидела на курсе когда училась на старителлингу у актрисы вы можете разного материала найти но необходимо будет помнить о том что если вы идете куда-то то вам надо говорить громко говорить красиво с разными интонациями и очень трудно бывает начать говорить бывает какой-то адреналиновый зажим тогда громко встанете и скажите здравствуйте и после этого все уходит и вы можете спокойно говорить как сказал Дейк Карнеги искусственная смелость вот это громкое говорение здравствуйте и тогда на место гормона страха нарадреналина выйдет гормон победителя дофамин гормон нашего счастья но я больше об этом говорить не буду если захотите вы можете посмотреть мудрость 17 здесь от бутейка мы с вами говорили но я не представилась этот слайд обо мне как о старитерии здесь есть диплом из международных курсов здесь есть диплом о профессии старитерии здесь записан вебинар поиск стратегии решения проблем магических историй сказки для взрослых которые месяц назад читала мне очень приятно потому что там очень много людей посмотрела и продолжаю его смотреть 20 лет назад была создана антропологическая теория творчества и креативности вместе с сыном и еще есть здесь обложка книги роман страглера о котором я уже говорила если захотите можете почитать QR-код дается для того чтобы вы могли посмотреть насколько я успешна в придумывании историй и в рассказывании и здесь я еще продублировала рецензию на мою дипломную работу по старитерингу от моего педагога актрисы режиссера Анастасия Великородной вы можете ее прочитать можете не читать это на ваше уже усмотрение и есть ссылка когда вы можете послушать мой рассказ и сами написать эту значит историю напомню вопрос в начале вебинара старитеринг это искусство или ремесло как вы считаете когитерго сум да я существую значит я мысль я существую совершенно верно искусство талант замечательно а я с вами согласна а может быть то и другое а давайте с вами еще порассуждаем на эту тему можно сказать что в большей мере искусство искусство в том чтобы знать своего слушателя чтобы интуитивно его понимать чтобы рассказывать на его языке вот великий Пушкин потому велик что он интересен детям и взрослым его историю вызывают на диалог хочется размышлять хочется искать ключи к секретным каким-то замочкам которые каждая история она не просто история там есть спрятанный глубоко глубоко спрятанный смысл и его надо поискать его надо обрести и каждое поколение будет по-новому открывать для себя потому что талантливый автор он талантлив на все века я хочу поблагодарить за участие активных и креативных слушателей особая благодарность доценту Ольге Александровне Сватеевой которая была активной и креативной на моем курсе приема педагогической техники дидактической игры и вот я смотрела она приходит на этот курс 2 марта курс будет мне кажется очень интересным потому что он мне интересен и он будет посвящен старитейлингу в образовании мы будем учиться писать истории которые учат вот сегодня я представила в роли старитейлера я показала 25 историй которые учат учиться учат воспитывают развивают служат по знанию себя и других кажется вот за этой видимой легкостью все это просто увы это не просто старитейлингу надо учиться там есть техники есть приемы я с удовольствием поделюсь тем что знаю много литературы есть по этому поводу и я так думаю что если вы захотите вы можете ее найти мне интересно и поэтому я пыталась сделать много практики мой вам совет изучайте старитейлинг ведь это здоровье это путь к долголетию и мудрости это путь к творчеству более того это возможность изменить свой мозг и свою жизнь а еще это новая профессия и советую вам стать коллекционером аналитиком режиссером сценаристом актером и зрителем своей жизни а может быть и не только своей ну а сейчас я готова ответить на ваши вопросы если они у вас есть всех благодарю что-то вопросов я не вижу может вы все-таки вопросы напишите напишите вопросы свои театр спасибо очень приятно да рассказы интересы очень да да Екатерина согласна с вами спасибо Ирина мне очень приятно старитейлинг это искусство и это ремесло хороший ремесленник всегда ценился ну мне хочется чтобы ваши истории были позитивными чтобы вы смогли при помощи своих историй научиться изменять свой мозг потому что помните та история про теленка она очень важна это полностью эксаполируется на нервную систему там тоже проходят пути различные и для того чтобы уметь быть креативным уметь решать проблемы надо постоянно обновлять новую информацию новое впечатление новые связи завязывать не только с людьми но и внутри наших нейронных ансамблей в результате нам будет счастье Валентина Николаевна был вопрос чуть выше от Валентины Ремезовой почему изложение биографии Ярошенко вы назвали историей и второй вопрос чем история отличается от других видов нарратива просто вопросы потерялись в чате поэтому я их озвучиваю дело в том что эта история названа мне мной Ярошенко потому что я не взяла текст готовый кем-то уже написанный и я его скомпилировала из разных источников и создала свою версию она не может быть я не стала рассказывать вам материал который там написан допустим о том как он влюбился безответно в японскую даму как он писал ей стихи мне очень хотелось об этом говорить но я убрала это там было очень много интересных вещей написано и поэтому я создала свою собственную значит версию видения из того что я почитала и попыталась вам его представить поэтому история а что такое история это любое событие если вы посмотрите на первый слайд любое событие в котором есть главный герой и в этом этот главный герой проходит через какие-то события обычно истории бывают в прошлом это уже они случились с человеком и поэтому она и называется история историю мы с вами изучаем это то что уже было в прошлом надеюсь я ответила на ваш вопрос спасибо Валентина Николаевна еще два вопроса первый вопрос от Александра Александровича Андреева а кто автор книги о мозге которую вы рекомендовали вы сейчас я попробую вспомнить ну по обложке вы можете запросто написать название и выйдите на это автора она очень известна эта книга там два по-моему автора кстати есть еще много книг мозг и счастье и так далее это мой просчет я сейчас вылезла с главы кто написал эту книгу но она очень известная книга она в интернете очень хорошо представлена у меня просто под рукой ее нет и я боюсь я вижу Елена Сажня у нас наверное Елена вы на вопрос про автора отвечаете да написали Аман ага если не ошибаюсь это не Дэниел Джи Аман да 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 хорошо хорошо когда на вебинаре присутствуют несколько демографов и библиотеки найдем быстро ну книга стоит того а для меня она была таким откровением я даже не не знала о том что я могу каким-то способом управлять своим мозгом оказывается да оказывается я могу жить изменить свой к лучшему и смотреть уже на стакан не то что он наполовину пуст а наполовину полон то есть в зависимости от того какую осознанную работу мы с вами проводим по оценке тех событий с которыми мы сталкиваемся мозг-то он же все-таки это механика он начнет обрабатывать а потом мозг нам очень много дает неточных советов неверных советов это ему кажется что он он может нам дать такое что мы потом будем считать за свое на самом деле это не наше это я все прочитала в этой книге нейропсихолога и убедительно что он пишет на большом количестве примеров коллеги кто заинтересуется два варианта написания имени в чат нашли привели надеюсь что это он вроде бы как он да 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 точно точно он и еще был вопрос от натальи казимировой да валентина николаевна а для каких целей цифрки в начале указывали в начале вебинара от одного до пятидесяти не ошибаюсь да 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 и сделать ear текст. Уже по-другому было бы выстроено. Это очень хороший прием для того, чтобы узнать свою аудиторию. Насколько она имеет представление, насколько голой или не голой вы пришли на эту тему. Я ответила на ваш вопрос? Спасибо. Надеюсь, что на вопрос ответили Наталья. Да, Наталья пишет спасибо, значит ответили. Я рада. Еще вопросы есть? Так, вроде. Мне очень приятно то, что вы сегодня задаете вопросы. Вопросы очень интересные по существу. Значит, мы с вами сейчас на верном пути и пойдем к стритейлингу вместе. И включим его обязательно в процесс образования, потому что его используют сейчас и в рекламе, и в маркетинге. Дело только не использует стритейлинг. Но там есть уже совсем другие цели. А наша с вами цель обучать, воспитывать, помогать становиться хорошими людьми и быть счастливыми в этой жизни. А стритейлинг поможет. Там же мудрость, вековая мудрость, которая запечатлена внутри. Разве это плохо? Более того, сейчас проблема еще какая. Люди, дети мало читают. Это раньше все сидели с книжками и пересказывали какие-то сюжеты и так далее. А сейчас в большей степени занимаются не чтением, а пролистыванием и то в своих электронных штуцках. Согласны? А стритейлинг поможет стать профессионалом. То есть вы можете более того, я хотела еще сказать, что стритейлинг это же стритейлинг это профессия, это востребованная. То есть в будущем времени потребуется большое количество людей. Все сайты практически загружены историями. То есть вы можете поменять свою профессию, стать стритейлером и писать истории и зарабатывать деньги и получить удовольствие при этом. Есть еще вопросы? Мне очень приятно, что вы называете ценный вебинар. Значит, не зря я работала, не зря я старалась рассказать вам 20 историй разных, новых, и вам это понравилось. Если у вас нет вопросов, то большое вам спасибо. И до встречи на курсе. Приходите. Будет весело. Продолжение следует... Продолжение следует...